Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Алтайском крае не хватает лесных инспекторов. Сейчас надзор осуществляют 134 специалиста. Требуется еще столько же. Об этом журналистам рассказали специалисты Министерства природы Алтайского края. Основная причина – недостаток финансирования. Но понемногу эта проблема решается. Одним из выходов может стать Институт общественных инспекторов по охране окружающей среды, который недавно создан в регионе. Удостоверение получили уже 50 человек. Пока говорить о результатах работы вот этой категории рано. Месяц назад они буквально прошли проверку знаний, получили удостоверение. Но мы надеемся все-таки, что это даст дополнительный эффект. По словам Владимира Черных, за полгода в крае снизилось число незаконных рубок. Для возбуждения уголовных дел правоохранителям передано 120 материалов. Частично удалось возместить ущерб до суда. Обязательные иски подаются должностными лицами. До судебном порядке возмещается вот в этом году уже возмещено около 3 миллионов рублей. Ну и самое распространенное наказание – это лишение свободы условно и исправительной работы. Чтобы достроить художественный музей края, понадобится в разы больше средств, чем планировалось ранее, сообщает полиция БРУ. Сколько именно и почему так произошло, а также другие новости, о которых пишут в своих материалах, корреспонденты сибирской медиагруппы нашли свое отражение в нашем обзоре. Начнем с того, что достроят художественный музей лишь в 2019 году. Чтобы это случилось как можно быстрее, средств потребуется в 5 раз больше, чем планировалось изначально. Предыдущий контракт оценивался в 122 миллиона рублей и заключали его с фирмы «Селф». Новый тендер на проведение работ после разрыва отношений с «Селфом» составляет 622 миллиона. Директор музея Инна Галкина сообщила полиции БРУ, что прежняя сумма включала в себя лишь часть работ, а новая позволит сдать музей под ключ. Кстати, общая сумма возведения объекта перевалит за миллиард, ведь ранее в строительство уже вложили 400 миллионов рублей. Ремонт ожидает также инфекционное отделение Центральной городской больницы Наукограда. Об этом уже пишут журналисты бийского рабочего. Информацию они нашли на сайте госзакупок. Сумма на ремонт превышает 38 миллионов рублей. Источником финансирования указаны средства краевого бюджета. Отмечается, что капитальный ремонт может провести организацию, у которой есть опыт работы, связанного с предметом контракта. Заявки принимают до 17 августа. Комсомольская правда Барнаул сообщает, что детей с ДЦП приглашают на бесплатное обследование в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Крайний подобный прием состоялся 30 июля. На нем побывали 12 пациентов. Семь из них пригласили на повторные с наблюдением и коррекцией терапии. После обследования каждый из детей получил на руки индивидуальную программу реабилитации. Следующий прием состоится 27 августа. Записаться на него можно по телефону 29 75 04. Татьяна Голубева, Наши новости. Благотворительная акция «Здравствуй, школа» стартовала в Алтайском крае. Ее ежегодно проводит региональное отделение Российского детского фонда. Традиционно объявляется сбор канцелярских принадлежностей, одежды и обуви. Вся собранная помощь пойдет детям из многоодетных и малообеспеченных семей, а также тяжелобольным маленьким пациентам больниц. Сотрудники фонда отмечают помощь дойдет до ребятишек, проживающих в самых отдаленных уголках края. Акция вроде стартовала, а уже есть положительный результат, очень хороший. У нас в немецком национальном районе, в село Протасово, многодетная семья. Сейчас там семь школьников. Дом и имущество их пострадали от пожара. Нашлись добровольцы, которые сложились, купили канцелярские принадлежности и в ближайшее время они будут доставлены. Минимальный школьный набор стоит 350 рублей. Пока собрано только 60 наборов. В фонде говорят, что это капля в море нуждающихся детей в регионе гораздо больше. Оказать посильную помощь можно по адресу город Барнаул, улица Партизанская, 120, а также по реквизитам, которые вы видите у себя на экранах. В Барнауле открылся пятый офис одного из крупнейших агентств недвижимости страны компания Жилфонд. Прочно укрепилась на рынке риэлторских услуг. За шесть лет работы в столице края тысяча удачных сделок. Теперь их станет еще больше. Более 700 квадратных метров. Просторный кабинет, учебный центр, конференц-зао. Сотрудники Жилфонда вспоминают, самый первый офис в Барнауле, который открылся шесть лет назад, был рассчитан всего на 30 специалистов. Здесь же их будет работать 130. Расширение стало необходимостью. В компании с каждым годом растет число клиентов. Почему Жилфонд? Потому что это безопасно. Это квалифицированные специалисты. Они проходят очень много уровней подготовки и постоянной аттестации. Когда клиент обращается, он может быть уверен в том, что сотрудник был оценен не только им, но еще стандартами компании и внешними аудиторами. В сфере риэлторских услуг рынок небезопасный, поэтому Жилфонд несет финансовую ответственность перед своими клиентами, гарантируя надежность каждой сделки. От консультации до сдачи документов. В агентстве четкие принципы работы. Не проводить сделки любой ценой, если есть сомнения, отказаться и гарантировать клиентам то, что вы купили квартиру, а не проблему. У каждого агентства недвижимости действительно есть свое лицо. В Жилфонде есть нечто, то, что объединяет весь Жилфонд. Это строгость, четкость. В агентстве помогут купить, продать или обменять недвижимость, подобрать квартиру в готовом доме или в новостройке, а также варианты коттеджей, земельных участков и дач. Также здесь выгодно оформить ипотеку. Жилфонд сотрудничает с ведущими банками, которые делают скидки клиентам агентства. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании Валар. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Валар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Валар. Почувствуйте разницу. 2 августа на большей территории края ясно и без осадков. В Бийске, Изминогорске до 24 тепла. А в Славгороде, Рубцовске и Олейске 23 выше 0. В Барнауле переменная облачность. Ветер юго-западный умеренный и до 25. Напоминаю, телефон редакции Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.